Недельная глава «Ваихи» — это последняя недельная глава книги «Берешит» 47-й главы. Это очень интересная, очень насыщенная, очень такая важная глава, потому что то, что здесь происходит в этой главе, оно несет, ну, такой судьбоносный характер для всей истории человечества. И что интересно, например, глава начинается со слов «Ваихи», да, «Ваихи», ну, как и глава начинается, что означает «из жизни Якова в Израиле, в Египте было» и так далее. Но на самом деле в главе больше описано о его смерти, о его последних днях жизни. Но начинается глава о том, что и жизни его было. То же самое, помните, как в «Хаей-Сара» рассказывается о смерти Сары во всей главе, но глава называется «Хаей-Сара. Жизнь Сары». Ну, как-то вот есть интересные такие параллели между этими вещами. Что еще интересно, эта глава, она самая трудная для переводчиков, и переводчики, которые переводят с иврита Тору на какие-то другие языки, больше всего затрудняются вот именно вот в этой недельной главе. Почему? Потому что те слова, которые используются в этой недельной главе, не используются в никаких других книгах, никаких других главах. Например, вот когда Яков, отец, благословляет своих сыновей, там используются такие фразы, такие слова, которые не используются нигде в других местах. поэтому переводчикам очень трудно вообще понять, что именно. Или, знаете, когда есть вот в этой главе так это слово переведено, а вот там так переведено, и ты можешь где-то общее значение понять. А здесь эти слова, они очень особенные и очень важные, поэтому не всегда переводчикам удается донести вот тот точный смысл, который был сказан через отца Якова. Что еще мы можем увидеть в этой главе? Мы можем увидеть здесь о важности слов, о том, насколько важно и насколько правильно нужно исповедовать те слова, которые выходят из наших уст, то есть следить за нашими словами, потому что каждое слово, как вот в этой главе, оно очень важно в жизни наших детей, в жизни наших близких. И также можем в этой главе увидеть об уважении детей своих родителей, о том, что детки, дети, они являются в принципе оценкой, нашей оценкой в этой жизни. То есть мы можем получить оценку своей жизни в того, насколько мы успешны через своих детей, через то, насколько они успешны в своей жизни. На самом деле есть, оказывается, такая школа, я посмотрел в интернете, есть в Южной Америке такая школа, где оценку ставят не за то, как ты сдал экзамен, а за то, как твой ученик написал этот экзамен. То есть насколько важно и насколько там уделяется внимание тому, что вот не то, что ты говоришь, и ты говоришь какие-то правильные вещи, а то, как ты научил других, и они должны уже сдать этот экзамен, и тогда ты получаешь эту оценку. Где мы можем это увидеть сегодня в нашей жизни? Где вот такие отношения могут встретиться? Я уже вам дал подсказочку вначале, но хочется услышать от вас. Дома, в семье, правильно, то есть в наших отношениях между родителями и детьми, между детками и родителями. Получается, если наши детки успешны, если они образованы, если они благословлены Богом, применяют те знания, которые получили от нас, и не только применяют это в своей жизни, но и передают это своим детям, тогда родители получают высшую оценку. Ведь не зря в Священном Писании говорится «научи своих детей» о всех заповедях, о шаббате, о праздниках, и чтобы они передавали это из поколения в поколение, чтобы это не прерывалось, чтобы эта цепочка не останавливалась никогда, и дети могли научить своих детей, их дети своих детей и так далее, чтобы мы могли вложить в детей вот эту способность научить других. Где мы это можем увидеть в Новом Завете? В Новом Завете во 2 Тимофея, во 2 главе, говорится очень интересные слова. С первых 2 стиха Павел наставляет своего любимого ученика Тимофея, и ему говорит вот что. «Что же, сын мой, укрепляйся благодатью, приходящей от Мессии Ишуа, а все, что ты слышал от меня, подтвержденное многими свидетелями, передай верным людям, которые были бы достаточно сведущи, чтобы научить других». У меня это Еврейский Новый Завет, у вас, может быть, фраза чуть-чуть по-другому постановлена, но тот же самый смысл. То есть смысл в том, чтобы ты не просто так учил, вот кого попало, а чтобы ты искал тех людей, которые могут научить других то, чему я тебя учу, то, что я получил от Мессии Ишуа. Вот такая последовательность, такая цепочка. И получается, что вот сегодня в нашей жизни часто такое происходит. Родители страдают за детей, страдают за ошибки детей, за то, что иногда дети не занимаются самыми достойными вещами. А почему это происходит? Почему такое происходит в жизни? Я думаю, каждый задумывается и хочет найти правильный ответ. Ну, наверное, один из ответов — это то, что у каждого родителя могут быть полно своих причин. Полно своих причин не воспитывать детей. Ну, потому что они надеются на воспитателей в садике, потом они надеются на учителей в школе, а потом на учителей в субботней школе, а потом надеются на армию, что армия воспитает их детей. И получается, вот каждый раз воспитанием пусть другие занимаются моими детьми, а я займусь карьерой, я буду процветать в бизнесе, я буду зарабатывать деньги и, может быть, даже отдохну где-то, погуляю, а дети пусть вот сами там учатся и занимаются чем-то. Я лучше заплачу за них деньги, пусть их другие родители учат. И мы должны научить своих детей не только правильно жить, но и научить их тому, чтобы они могли научить этому других. Здесь очень важно. Почти половина нашей общины, они выходят сюда под Талит и благословляют их взрослые, благословляют их родители, и они потом убегают по своим классам. И мы вот те родители, у кого детки выбегают сюда под этот Талит, мы молодые родители. Получается, ну, неважно, да, кто-то старше, кто-то младше, но у всех у нас вот есть такие детки, которые выходят сюда. И мы еще в силе, у нас еще есть время повлиять на наших детей, у нас есть еще время научить их вере и научить их страху Господню, потому что они под нашим влиянием, потому что они под нашим воспитанием. И в прошлый раз, помните, в прошлый шаббат, Леон говорил, хорошую очень проповедь на тему «багрут бамашиях», то есть взросление или быть таким вот взрослым в Боге. То есть это не просто так вот бросить все на самотек. У отца Иакова, да, у нашего праотца, было много переживаний со своих детей. Помните, много-много-много косяков его детей наделали. Один переспал с наложницей, другие перебили всех мужчин с шхема, еще один тоже переспал со своей невесткой. Любимый сын, в которого он все свои силы и любовь вкладывал, был ненавидим братьями, в итоге его бросили в яму, и вот до отца потом дошла новость о том, что его сын разорван и убит. Но то есть все время мы видим, что вот путь воспитания, он нелегок. И никто не говорит, что не будет проблем, никто не говорит, что не будет каких-то вот таких ситуаций, когда ну что-то пошло не так, ну на время, что-то пошло ну куда-то не туда. То есть мы должны понимать, что этот путь, он нелегок, и могут быть проблемы. Также можем увидеть, что еще до самого рождения детей у Якова были проблемы с женами, были проблемы с тестем. То есть, ну видим, еще я не говорю про то, что у него было с братом, с Исавом, постоянные вот такие перепалки. И он действительно пережил очень тяжелую судьбу. У него жизнь была очень непростой. Но при этом он воспитал сильных сыновей. Двенадцать колен Израилевых, двенадцать глав наших патриархов, имена которых написаны на небесах, мы знаем, да, через книгу Откровения, что их имена написаны на небесах, и они являются нашими столпами. То есть теми, вот на кого... Все мы вот в итоге произошли от вот этих вот двенадцати сыновей Якова, двенадцати сыновей, которых он воспитал. Что мы еще видим? И мы видим, что уже сыновья его достаточно взрослые. У них у самих уже есть дети, а то и внуки. И они все приходят перед ним в смирении тотальном, вот просто в смирении. Что они делают? Ну вот помните, например, история с Иосифом. Иосиф приводит к нему своих сыновей и говорит, вот, отец, вот мои дети, благослови их. И что отец говорит? Это уже не твои дети, это мои дети. И тот человек, слово которого закон в Египте, слово которого, ну, по его одному слову, все может в Египте поменяться, он абсолютно смиряется перед волей отца и говорит, да, отец, да будет твоя воля, это уже не мои дети, это твои дети. И они становятся в итоге одними из двенадцати, вот эти Эфраим и Менаши. И вот братья смиренно стоят перед отцом и внимают каждому его слову. Настолько смиренно, потому что каждое слово отца в их жизнь судьбоносно. Буквально, каждая запятая, каждое слово, которое он говорит, оно вот поведет их по жизни. И не только их, но весь их род по жизни. В начале этой главы написано, да, жизни Якова в Египте было семнадцать лет. Интересно, что по гематрии слово тов, оно имеет цифру семнадцать. И можно здесь привести параллель, что годы жизни Якова в Египте были добрыми, хорошими. Ну, почему? Потому что уже все дети устроены, потому что все рядышком, проблемы уже все позади, все, в принципе, хорошо, благоустроено и нет никаких проблем. И вот эти семнадцать лет он там прожил в благополучии. Его дети были с ним, достигли великих высот, действительно, в духовном мире, потому что они были поразглашены праотцами и руководителями колен. И, видя все это, невозможно недооценить Якова, отца, который воспитал двенадцать сыновей и вложил в них вот это все. Несмотря на то, что были проколы, были какие-то падения на пути и у него самого, и у его детей, но он уходит к Отцу Небесному, получая высшую награду. Его награда, вот как, помните, в той школе, про которую я говорил в Южной Америке, что получаешь ты оценку за то, как твои ученики сдают экзамен. Я думаю, Яков получает высшую оценку, потому что его дети достигают высочайших высот. И последний момент, что я хотел сказать сегодня, это, что иврит, он очень глубокий язык и очень такой с глубоким смыслом. Например, есть такое слово «лифроа». Может быть, вы знаете, еще иногда говорят «лит пореа», иногда говорят «елет пореа». Такое выражение вы наверняка слышали, такой буйный ребенок, буйный, который непослушный, у него авторитетов нет. И вот слово «пореа» и слово «поро» один и тот же корень, то есть буйный. И можно, ну, как бы параллель такую перевести, привести, чтобы наши дети не были вот такими вот фараонами, буйными, чтобы наши дети выросли в послушании, имея страх Господень, имея веру в Господа Бога и действительно были приближенными к Нему и всегда искали лица Божьего. Давайте помолимся за это, можно? Авинуша Башамай, наш дорогой Небесный Отец, мы сейчас все вместе обращаемся к Тебе за наших детей. Господь, и просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрость в правильном воспитании наших детей, чтобы нам не было стыдно за то, какими вырастают наши дети, чтобы мы действительно приходили пред Тобой и благодарили Тебя за все то, что Ты даешь в нашу жизнь. Господь Божий, научи нас правильно влиять на своих детей, научи нас говорить правильные слова по отношению к нашим детям, научи нас в их жизни исповедовать доброе, в их жизни провозглашать хорошие и правильные вещи, чтобы в жизни наших детей был только успех, шалом и правильное отношение с Тобой. Бешем Йешуа. Амин.